МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех жителей Донской столицы. Вы смотрите новости в студии Нина Приходько. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. Громкая отставка. Глава Ленинского района уволен по причине факта коммерческого подкупа. Были проведены следственные мероприятия, в ходе которых была задержана наша сотрудница. Новоселье только снится. Ростовские дольщики пожаловались губернатору. Процентов на 30 по квартирам сделан ремонт, даже мебель завезена. Еще процентов 30 делают в стадии середины. В однолыжный курорт и праздничная иллюминация. Представители бизнеса обсудили перспективы развития туризма в Ростове. В Ростове снова открылся пункт временного пребывания украинских беженцев. Около 100 человек решено разместить во втором общежитии ЮФУ. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, старики и инвалиды. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в здании уже перевезли 28 вынужденных переселенцев. До конца дня туда поселят еще 43, в том числе 9 несовершеннолетних. На месте людей встречают сотрудники управления соцзащиты. Они проводят регистрацию и выдают предметы первой необходимости. Власти обещают организовать трехразовое питание и возможность медицинского обслуживания. Сергей Горбань отправил в отставку главу Ленинского района Ростова и его зама по вопросам ЖКХ. Причиной такого решения стал факт передачи взятки в размере 40 тысяч рублей. Он скрылся при проведении проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Коммерческий подкуп связан с проведением капитального ремонта многоквартирных домов по программе софинансирования. Были проведены следственные мероприятия, в ходе которых была задержана наша сотрудница, сотрудница МКУ. Управляющая компанией ЖКХ Ленинского района города Ростова-на-Дону, Тищенко. При получении взятки 40 тысяч рублей. Ну и это следующее решение. Я отправляю в отставку главу Ленинского района Федосеенко Михаила Владиславовича. Я отправляю в отставку зама главы по ЖКХ Кулешова Сергея Петровича. Я отправляю в отставку директора нашей МКУ, управляющей компанией Ленинского района Нестерову, Инну Владимировну. И буду предлагать взяткодателя тоже написать заявление. Решение довольно жесткое, но я считаю его необходимым, прокомментировал Сергей Горбань. Новые назначения последуют в ближайшее время, добавил он. Губернатор вмешался в ситуацию с ростовскими дольщиками. На интерактивном приеме люди пожаловали, что дом на 40-летие Победы давно пора сдать в эксплуатацию. Но отметить новоселье никак не удается. Причина – отсутствие разрешительных документов от ресурсоснабжающих организаций. Виктория Щетинина разбиралась в проблеме. Наши 62 квартиры. Люди ждут этот дом уже больше двух лет. То есть он должен был быть там больше двух лет. Люди многие в ипотеку квартиры взяли, многие живут на съемках жизни. О проблеме шестидесятков семей Ганна Коваленко решила рассказать губернатору, потому что люди уже в отчаянии. Дом на 40-летие Победы строился при долевом участии каждого из них. Инвестировав на купленные деньги, ростовчане надеялись в скором времени въехать в новые квартиры. Но этого до сих пор не произошло. Процентов на 30 по квартирам сделан ремонт, даже мебель завезена. Еще процентов 30 делают в стадии середины. Пожалуйста, балкон, ну и мы еще его будем обшивать тут, утеплять. Пожалуйста, кухня. Ну, холодильник там подвезти, это, сутки от силы. Вода, включат воду? Нет водки. Конечно, но пока этого нет. Александр Нучко в числе тех 30% жителей, которые готовы обосноваться по новому адресу хоть завтра. Пока проводит экскурсию по комнатам, рассказывает. Дом не сдают в эксплуатацию, потому что не хватает разрешительных документов. Не все контролирующие и ресурсные организации дают добро на заселение. А тем временем строительная компания СУ-5 находится в стадии банкротства. Сейчас отопление было, но с января наша строительная компания не платит за отопление. Неизвестно в силу чего, в силу того, что, наверное, других долгов куча, в связи с чем и банкротство было начато. И сейчас вот где-то несколько дней уже, как отключили отопление. Дольщики опасаются. Если не ввести новостройку в эксплуатацию в ближайшее время, они могут потерять свои квартиры. Недвижимость пойдет на погашение долгов строительной компании. Заслушав комментарии руководителя службы Государственного строительного надзора, губернатор потребовал найти решение проблемы в течение семи дней. Я отдам одну неделю всем участникам этого процесса. Сюда включается заместитель губернатора Трифонов Сергей Борисович, Горбань Сергей Иванович, глава администрации города Ростова. Значит, буквально в течение двух-трех дней они проведут разговор по моему поручению. В понедельник доложат мне механизм решения этой проблемы. К диалогу пригласят ресурсные и строительную компании. О результатах консультаций губернатор пообещал лично проинформировать дольщиков. Виктория Щезденина, Игорь Коровтенко, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Информация с ростовских магистралей. По данным Яндекса, на дорогах затишье загруженность в течение дня составляла всего 3-4 балла. Водители констатируют малое количество аварий. Между тем, в интернете жители обсуждают ночное ДТП. На проспекте с тачки столкнулись «семерка» и две иномарки. По словам очевидцев, Hyundai летел со скоростью не менее 90 км в час и въехал в отечественное авто, которое поворачивало налево. Как пишет блокнот «Ростов», в результате пострадали люди. На место ЧП приехала скорая. Обстоятельства случившегося выясняются. А эта авария стала объектом внимания в сети благодаря владельцу видеорегистратора. Он зафиксировал, как в районе Сельмаша маршрутка врезалась в бок легковушки. Поделиться своими фото и видеоматериалами с места событий можете и вы. Выкладывайте на наш портал rostovlife.ru или звоните по телефону редакции. Ростов станет водно-лыжным курортом. Смелой идеей городоначальник поделился на встрече с представителями туриндустрии. Спортивно-развлекательный центр расположится на территории Голубого озера. Какие еще изменения ждут город и как это повлияет на его экономическую и туристическую привлекательность, выясняла наш корреспондент Анна Глебова. Резкий скачок на валютном рынке спровоцировал падение спроса на поездки за границу. Россияне с большим интересом теперь осваивают родные просторы, чем иностранные. Чтобы конкурировать с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, Донской столице придется больше внимания уделять своему имиджу. О том, как это сделать, представители турбизнеса обсуждают с городоначальником в форме живого диалога. Во все времена и особенно тогда, когда трудно, экономика должна и обязана развиваться через ваш сектор экономики, через предоставление услуг. Сергей Горбань делится планами. Спортивно-развлекательный центр собирается строить на территории Голубого озера. Пока никаких подробностей. Одно из первых предложений – создать единый для всего региона туристический информационный центр. Каждый путешественник найдет в нем информацию об основных городских событиях, а также познакомится с музеями, ресторанами и отелями Ростова. Расходы по содержанию и обслуживанию такой базы данных бизнес возьмет на себя. А вот с помещением и сотрудниками Сергей Горбань пообещал помочь. До недавнего времени такой сервис существовал благодаря партнерским отношениям туроператоров с аэропортом. Новое руководство убрало все агентства, которые ростовские работали. И остается только несколько касс, которые принадлежат Екатеринбургу. Но, наверное, там люди все работали с 1998 года. Сейчас со всеми расторгли договоры аренды. По словам главы города, в ближайшее время он лично встретится с представителями аэропорта. Но у туриндустрии назрела еще одна проблема. Владельцы гостиниц жалуются. Иностранным посетителям тяжело перевести слово «опрессовка». Плановые отключения воды и электричества порой растягиваются на неделю и больше. Гости Донской столицы такие неудобства терпеть не желают. Этот вопрос Сергей Горбань пообещал обсудить с ресурсоснабжающими компаниями уже в пятницу. Подробный репортаж смотрите в программе «Бизнес Дона». Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. Ростовские полицейские отметили профессиональный праздник. 95 лет назад военный комитет города и Нахичевани на Дону учредил народную милицию на территории региона. С тех пор жители города находятся под защитой местных стражей порядка. Ветеранов ведомства и героев нашего времени поздравил глава администрации и вручил наиболее отличившимся награды за мужество и самоотверженность, проявленные при задержании особо опасных преступников. От вашей компетенции, ответственности, принципиальности во многом зависит авторитет государства, согласие, спокойствие в обществе, защищенность каждого гражданина. И мы по праву гордимся настоящими профессионалами. Сергей Горбань отметил, в 2014 году на территории Донской столицы прошло более полутора тысяч событий. Спокойствие и безопасность на них обеспечивали около 30 тысяч сотрудников полиции. В основном работа по охране порядка велась в выходные и праздничные дни. Это была последняя информация нашего выпуска. Следите за новостями на нашем портале rostovlife.ru. Я желаю вам только приятных новостей. До встречи в эфире.